Здравствуйте, дорогая редакция! Сегодня мы находимся в Хвалынске, в одновременном отеле Парк Хвалынский. Мы здесь уже были много-много раз, я делал многочисленные обзоры у себя в ЖЖ. Сегодня у нас изменения такие, то что здесь наконец-то открылись термы, то есть по аналогии с Хвалынским термом на основном городском курорте, здесь решили тоже открыть свой вариант Купалин, и мы сейчас будем все это дело тестить. Будем надеяться, что нам понравится. Уже приезжая мимо, мы заметили, что народ никого, на веб-камерах тоже никого, а это для нас основополагающий признак. Сегодня мы с своей семьей, в количестве четырех человек, идем исследовать эти замечательные дела, так сказать. Вот такой вид у нас открывается на входе. Чудесное здание, они его очень долго строили, мы все не домевали, что здесь будет-то. А тут они, как раз, термы строили. Ну и назвали, естественно, в пику Хвалынским термом, как бы ничего, и много не оставалось, чем назвать это черемшамские термы. Потому что вообще-то когда-то этот сам парк-отелик был до модных черемшан-2, по-моему. Я еще был совсем маленький, мы здесь отдыхали, я здесь когда-то не успеет научу скататься. Ну, как вы видите, там вообще никого. Вот. Ну, из Минцев здесь вроде как нету бара, хотя есть там какие-то, я смотрю, холодильник с напитками, не знаю, там есть у них там пивас-не пивас. Пошли внутрь. Да, чтобы купаться, Алиса. Да, здесь купаться. Так, вот у нас вход. Тут гардероб. Так вот, вот такой вот гардероб. Никого нет, бери, не хочу. А, вот, девушка есть, здравствуйте. А вот наши ребята готовы уже к запуеву. Алиса, ты готова к запуеву? Ты готова плавать? Папа уже и Алиса, и Стас уже готовы. И Алиса уже готова. Давай, иди к папе. Папа, неожиданно. Что, вода теплая? Да, лучше. Горячее сейчас. Супер. Вон, там сейчас можно будет, это, выйти туда на открытую площадку. Да, здесь отлично. Вот, здесь вот есть зона кафе. Там можно попить чайку и сидеть. Здесь вот правила бассейна есть, чтобы не нырять, не прыгать. Ну, там зона отдыха. Ну, давайте уже, ныряйте. Ну-ка, надо попробовать, какая водичка. Там, конечно, минус такой, то, что она еще вылезет, что у кого нет. Да, у меня вот реально пакет. Да ты что? Да. Да. Хорошо, мне не надо опускаться на дно, да? Вот, детский зон нет, то есть, по большому счету с ребенком только здесь можно. А, слушай, нам там в раздевалке сказали, что где-то здесь есть закрытый лягушатник. Да? Да. Надо посмотреть, потому что там прям закрыт. А, может быть. А, ну, может быть. А, кстати, наверное, это он и есть. Не разобрались еще пока. Вот. В джакузи нет здесь, вернее, собственно, там обувал. Ага. А, здесь можно и массажик сделать, да? А, ну, вон там можно даже с детками посидеть, вон там. А, ну, там тоже непонятно как. Вот, ключи, я так не понял, зачем два ключа? Что может есть, короче? Нет, там один ключ от верхнего замка, другой от нижнего замка. То есть, вот у нас двадцатый номерочек, у нас можно сверху и снизу. То есть, отдельный от верхнего. Это я там... Ну, часть ключей надо куда-то с собой расстать. Да. Вот неудобно. Неудобно, да. Неудобно, да. Ну, ничего, здесь так. Ну, такое мини-копия. Ну, копируют, но пока еще это. Ну, мне здесь нравится больше. Прикольно. Потому что здесь народу поменьше. Народу меньше, да, так. А вот тут еще, вода горячая, виды классные. Офигенные емки там. Заснеженные. Класс. Мне здесь нравится. Мне тоже нравится за этим. Только мелкие минусочки есть. Вылетишь, может, немножко, может, в боксу? Вода горячая там. Пойдем. Пойдем. Пошли плавать? Да. Пошли. Пошли плавать. В лягушанге пойдет плавать. А как же там будут снимать, если там будет сейчас глубоко? Нельзя. Вот ты уже все, вот уже не можешь стоять? Я вот на цыпочку стою. Нифига себе. Я тоже так не смогу тебя снимать. Ха-ха-ха-ха. На, Стас снимай. На, Стас снимай. На, Стас снимай. О, я даже не достаю до дна. Понятное дело. О, прикольно. Смотри, елочки заснеженные. Ну, у нас же будет Стас с Алисой на руках, а я буду с тобой на руках. Буду муалеток тягать. Водичка вообще кайфовая. Смотри, мам, как вид классный. Отойдет на его место. Мне кажется, здесь поинтереснее. Пап, мы уже плаваем. Мы уже плаваем. Ну, да. Здесь они, конечно, не продумали. А у нас снимай девушку красивую. Ну, все. Можем выключать, наверное. Мы сейчас находимся в самом бассейне. Здесь несколько вот таких вот спусковых лестниц. Одна там виднеется. И вот я здесь вот на этой лестнице здесь стою. Всего их только две. Вообще бассейн, наверное, рассчитан. Это у меня метр пятьдесят девять. Я здесь не могу достать до дна, чтобы пройти просто. То есть здесь надо более высоким людям быть, чтобы ходить просто так. Вот здесь вот этот вот сам бассейн. Там основной корпус. Вон туда все заплывают, чтобы зайти в здание. И вот это вот здание там с лежаками. Вот здесь вот с левой стороны находится бар. Вот здесь шезлонги или лежаки. Вон там люди отдыхают. В самом бассейне очень комфортная температура. А я не знаю сколько градусов, но очень тепло. Прям очень тепло. Вот здесь вот снег. Уже видно. Снежочек. Мы сейчас двадцать восьмой ноября. Мы приехали. На улице достаточно холодно. Ну, как достаточно холодно. Минус один. Стас нас купается. А в бассейне очень комфортная температура. Да, Стас? Ага. Тебе нравится температура? Да. Ой, как хорошо. Народу не очень, кстати, много. Вот все вышли. Уже мы остались раз, два, три, вчетвером. В общем, здесь комфортненько. Ну, а сейчас Стас хочет окунуться в снежок, а потом в бассейн. Нас снега уже подвалило чуть-чуть. Стас, ну ты как? Окунешься в снежок? Надо сначала еще раз холодно записаться. Ну, давай. Давай залази. Сначала надо немножко нагреться. Потом в снежок, а потом опять в бассейн. Так, все. Понеслась. Йо-хоу. Вот это классно. Вот это классно. Вот это Стас Мачо. Так, так. Йо-хоу. Супер. Че, как ощущения? Прямо все тело горит. Огнивский. Прям колит, да? Да. Супер. Слушай, вообще, когда снег есть, вообще прям огонь. Сейчас мы папе покажем Мачо съемки. Олесь, что там играешь? Да. Что там можно порисовать мелками? Да. Ну-ка там порисуй что-нибудь. Вот здесь вот игровая зона пока. С кубиками. С домиком. Вот здесь вот можно в домик зайти. Да, Олесь, смотри. Да, это цирк. Так, морковь. Там вот тоже детская зона. Алиса солнышко рисует или что ты рисуешь, Алиса? Нет, я морковку рисую. А, морковку рисуешь? Молодец. Ну, там есть бар. Вот такая вот здесь атмосфера. Зона лягушатника. Здесь детки плавают. Зона закрытая. А там уже можно выплать, а там уже будет открытая зона. А за окном? Маша, у меня морковка. Где морковка у тебя? Ой, какая красивая морковка. Да. Ну, зеленого здесь нету. На пути он зеленый. А пусть розовый. Ага. Мороженое есть. Давай. Вот такой здесь бар. Продавить всякие чаи, пиццу и пиро с длинной Жгулевской по 120 рублей в стаканчик. Народа немного. Здесь детская площадка. В общем-то, все очень цивильно. Но, к сожалению, оплату принимают не браслетами, а наличными партами. То есть, надо с собой иметь телефон или карточек. Пока, конечно, неудобство. Короче, мы пошли в бассейн. Сейчас будем нырять. Нырять в снег. Здесь все хорошо. Пока народу не очень много. И можно без сильных удачных взглядов поваляться в снегу и прыгнуть в Борсков бассейн. Клава, они уже так не сделают. Потому что там каждую самую дистанцию стоят люди. А здесь самая дистанция еще достаточно длинная. Поэтому тут даже насыпана куча снега. не знаю. Наверное, никаких случаев, что можно было в них окунаться. Но в них уже поокунались, а они перерактились в горку со льдом. Пошла в снежку то валяться то. Ух, я прям предвкушаю. И это прям даже без бассейна. А вот эта женщина. Мне бы такую. Ух, как классно. Ну и что-то прыгну. Ух, как классно. Слушай, все тело колет. Офигенно. Классно. Кайф. Тебе понравилось? Да. О май гад. А ты тоже так делал, да? Да, я так не один раз сделал даже. Вот так вот мы купаемся здесь. В термах, в Черемшанских. Вот у нас здесь всего 6 человек. Было четверо. Было четверо. Сейчас еще вот папа с дочкой пришли. А еще и так, народ очень такой приятный, аутентичный. Классно. Все наши. Из деревенских. А я на папке катаюсь. Да. Потому что не достаю. А в термах, в Вавловске все не наши там. Самарские, московские. Вот. Не деревенские. Ха-ха-ха. Кстати, какой метр. Кайф. Дорогие друзьяки, я хотел резюмировать наше посещение Черемшанских терм. Ну, естественно, было сравнивать их с прямым конкурентом. Это с Вавловскими термами. Эти у нас прям совсем новенькие. Они открылись, по-моему, в прошлом году. Вот. Я уже о них узнал как раз в прошлом году. И мы наконец-то их посетили. Что могу сказать. Начнем с внешнего вида. Здесь, конечно, все это достаточно аутентичный, красивый. Такой, типа там, с рук ля-ля-фа-фа. Здесь вот такие красивые везли ворота. Вот. Впечатление очень приятное. Ну, в остальном, конечно, все это такой мини-формат. В сравнении с первым вариантом. На входе у нас маленький такой ресепшн. Маленькая раздевалочка. И, опять же, маленькие раздевалочки для мужчин и женщин. Самый большой минус в том, что нет такой системы, как там в Клавовских термах эти браслетики электронные. Здесь дают два ключика. Которые непонятно куда потом деть. Там в жопу все засунутся. Или куда. Мы в карман плавок, слава Бог, засунули. В самих раздевалках такие три кабинки. Напор хороший. Кстати, по-уже, чем в этих термах. Купаться приятнее там. Шкафчики большие. То есть там как бы два отделения получается. Одно для верхней надежды, другой для нижней. Вот. Ну и на небольшое количество народа рассчитано. Далее раздеваемся и идем в самые термы. Там что-то какой-то, на первый взгляд, лабиринт из коридоров. Раз и вроде попадаем. Такая зона там лежаков. Где народ колбасится. Небольшая, но, в принципе, пока всем хватает. Я думаю, хватать будет, наверное. Дальше у нас бар. Бар тоже такой минималистичный. Там такой ограниченный выбор напитков. Один вид пива всего. Оплата, к сожалению, тоже не принимается на эти браслетики. Только наличка либо по карточке. То есть с собой всегда надо иметь там какой-то карман водонепроницаемый. Или там, не знаю. Или телефон водонепроницаемый. Чтобы оплачивать все делают. Там эти ключи хранить. Дальше. О плюсах. Вода очень теплая, в отличии от халанских терм. Реально прям горячая. То есть у меня не было такое ощущение, что прям надо вылезти там, погреться куда-то. В самом баре там полы теплые. Водича шикарная. Не пахнет. Теперь опять минус. Глубина очень большая. То есть реально мой рост метр семьдесят пять. Мне вот прям на цыпочке стою. Мне вот так вот. У меня супруга метр шестьдесят пять. Или сколько тебе? Метр пятьдесят девять. Метр пятьдесят девять. Она, естественно, там тоненькая с головкой прям как пополок. Мне приходилось ее на себе носить. Ребенок, соответственно, тоже на руках носить. Детская зона только при входе. Такой там лягушатчик. Лягушатник есть, да. В принципе нормальный. Вот. Вода прям там горячая. То есть детям комфортнее здесь, наверное, купаться будет, чем в халыне. Для взрослых там три лесенки, где можно вылезти на террасу и поваляться в снегу. Мы это неоднократно делали. Очень приятно. Поскольку народа мало, ты никого большому счету не смущаешь. То, что прыгаешь там с бортики. Вот. И здесь народ не такой пафосный, как в халыне, скажем так. Здесь такие все колхозники, как мы. Приезжают, наверное, из окрестных всей деревень. Там же здесь дешево. А в халыне ничего. Там приезжают самарцы. Ульянцы. Маскали. Соответственно, там все такие афафа. Там особо не взгуляешься. И там социальная дистанция, реально, там меньше метра, наверное. А здесь социальная дистанция метров десять. Так что в этом плане хорошо. Что еще сказать. Есть сауна. Точно такая же, как в халыне. Причем не надо там бежать куда-то на первый этаж. Практически вышел, прошел через эту зону отдыхающих. Ну, просто и, наверное, примерно так же. Здесь по лесу помог им отбежать. Есть еще хамам. Но хамам не работал. Мы его оценить не смогли. Все-таки новенькая, чистенькая. Очень приятное впечатление составляет. Короче, разумеется. Те, кто любит там пафос какой-то, шик, комфорт. Наверное, да. Уши, конечно, и фитонский первый. Ну, для нашей компании, которая, в первую очередь, любит уединение. Малое количество людей. Здесь нам намного больше понравилось. И я, конечно, проточту приехать сюда. Вот такие дела. Поехали осваивать турбан дальше. Всех целую, люблю, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok